Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Здорово, Санёк. Здорово, Капа. Здорово. Слушай, я хотел спросить тебя, когда я стеснялся. Ну, давай. Но ведь многие нам пишут и говорят о том, что ты очень талантливая. И, конечно, я подтверждаю это мнение. Да, да, да. Но скажи, пожалуйста, Капа, дорогая, как ты поняла, что ты талантливая? Певица. Ты певица? Саня. Да? Ну, арию какую-нибудь? Ну, вот это вот, мне особо хорошо удаётся. У любви, как у пташки, крылья. Ой, здорово. А как ты поняла, что ты талантливая певица? Ну, вот как только сыр выпал у меня, так и... Здорово. А как выявить талант у ребёнка? Знаешь ли? Не знаю, может, тоже с сыром попробовать? Да. Да нет, это шутки, конечно. Конечно, шутки. Ну, об этом надо спрашивать не у меня, надо спрашивать у специалиста. У профессионала. Дорогие друзья, мы рады представить вам Сауле Антышеву, продюсера и преподавателя по вокалу. Сауле, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, и, конечно же, Сауле к нам будет приходить не один день капот, а несколько дней приводить своих замечательных учеников и учениц. И вот первая это у нас Саша Цепелева. Саша, привет! Привет, Саша. Привет. Ну что ж, а теперь давайте послушаем, как поёт Саша. Саша, давай. У маленькой феи сложные заботы, полна волшебства и веселья суббота. С утра поздороваться с облаком надо, а дождик у радуку сделать в награду. С утра поздороваться с облаком надо, а дождик у радуку сделать в награду. И став на минуточку очень серьёзной, помочь по хозяйству волшебницей грёзной. А ночью, повесив на ниточку крылья, поверишь, что сказки становятся пылью. Ай, браво! Браво, браво! Саша, ты огромная молодец! У меня с мурашки побежали поделать. Да, с пара с дуром мне уж понравилась. Запомните, друзья, это будущая звезда. Сауле, у нас с Капой вопрос к тебе. Вообще, как нужно понять и как можно ли это понять, что ребёнка нужно отдавать на вокал, отдавать пение? Можно это понять? Талант, врождённый талант очень редок сейчас. Да, так. Потому что он передаётся генетически. Но каждый родитель, он обладает наблюдательностью, и он чутко чувствует своего ребёнка. И если малыш с детства, услышав музыку, пританцовывает, тогда понятно, что... Вот давай сейчас, да, смотри, давай сейчас дадим советы родителям, как можно понять, что ребёнок хочет петь. Ну, как бы, да. Есть какие-то упражнения, может быть, чтобы папа или мама... Опа, смотрите-ка, у меня там... Пойте со своими детьми. Ага. Пойте. Пойте песни, слушайте музыку. Пусть музыка будет частью вашей жизни. Если ребёнку это нравится, то так, конечно... Да и в любом случае, хорошо петь вместе. Конечно. Саш, капа тебе хочет задать вопрос. Слушай, у тебя есть какие-нибудь такие прямо любимые-любимые певцы, ну, кумиры? Милана Хаметова и... Это... И всё. Милана Хаметова и... Ну, главное... И всё. А ты знаешь Милана Хаметова? Больше нет. А кто такая Милана Хаметова? Расскажи нам, пожалуйста. Блогер. А-а-а, ну понятно. Ты с тобой отставший хап. Ну понятно. Певи... певи... певица, блогерница. Блогерница и... И всё. И человек нормальный. И всё. Вот сейчас вопрос ещё к Сауле. Скажи, пожалуйста... Не скажи, а назови, наверное, три качества, которыми должен обладать вокалист. Певец. Усердие. Так, раз. Ставушка, запоминаем. Все, все запоминаем. Вера в себя. Вера в себя. Обязательно. Это как папа? Обязательно. И... И терпение, потому что вокалу нужно обучаться долго профессиональному вокалу. Ура! Это, конечно. Ну что ж... Можно всем... Вер учиться и не научиться петь. Не-не-не, но всё равно терпение всегда вознаграждается. И мы вон увидели, смотри, какой вокал. Мы ещё раз аплодируем Дашу Цепелеву. Сауле. Ага, теперь ты иди, иди на сцену, бери микрофон и... Слушай, я после тебя, не... Это куда там? Ладно, ребята, пока-пока. А Сауле ещё будет к нам приходить и переводить своих талантливых. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...